Вся проблема коррупции сегодня это в том, что сами предприниматели дают клеткам взятки, а потом получаем проблему. Я как губернатор, я очень ревностно переживаю. Приходите ко мне, я уже 5 лет. Приходите, я говорю, кто требует взятки. И мы только так вместе с вами сможем победить. Потому что если будет так, что вы даете чиновнике Беру, а потом вот она коррупция, сегодня все мы знаем проблему Тимошко. А в чем проблема Тимошко? Потому что подкупая чиновников, в том числе и решение, которое вынесло до арбитражных судов, когда зарегистрировал право собственности, но разрешения на год нет. И вот Тимошко нормально жил. 14, 15, 16, 17 год. Радская администрация обращалась во все наздирающие органы. Все наздирающие органы ненужных крышевали, да крышевались. Сгорела вишня, закрыли. Сегодня Тимошко обращается, власть в лице губернатора не может решить. Да ради бога, давай. Завтра тебе берут за маловы на неделю, подписываешь себе разрешение, садись в тюрьму, ставим другого. То есть у них нет возможности выдать ему разрешение. Он сам залез в эту дыру или в эту бочку. Кому-то крышу. Вот я обращаюсь ко всем. Не подкупайте. Финиш один. То есть кто-то к вам, если просит взятку, приходите ко мне. Я ваша надежда. Почему? Потому что я сам знаешь, что такое бизнес. У меня дети сегодня работают, занимаются бизнесом и хорошо обеспечивают меня как губернатор даже на выбранную компанию. Я вас денег не прошу. Ни у кого. Чтобы не зависеть от вас. То есть у вас сегодня есть независимый губернатор. Это тоже хорошо. Потому что вы всегда можете ко мне прийти напрямую, и вы можете приходить. Любой из вас приходите, и кто-то вас требует там взятку. Завтра будет сидеть. Независимо от должности. Но у нас же как? У нас же всегда коррупция уходит в нижние эшелоны власти. Это маленькие чиновники, которые работают в департаментах. Которых зависит подпись, которые выдают. И которые начинают прессовать бизнес. Бизнес платит. А потом, когда уже некуда деваться, когда я был с Тимошками, тогда орут и кричат. АУ помогайте. А там невозможно. Там только есть одно решение. Кто сегодня подпишет отвод? То есть нужно подписать отводы. Отводы, но я не думаю, что найдется какой-то умалишенный сегодня чиновник, который подпишет отвод. Сразу перьем. Проблема в том, что было построено здание, используя близость к власти, без разрешительных документов. Был участок земли, здание построено, пошел суд, арбитражный суд. Арбитражный суд вынес решение на собственность. И начал работать. И надзирающие органы там кормились. Да кормились. То есть как только сгорела в Кемерово вишня, все поняли, что нужно что-то делать самим. Уже давались до того, что Богомазов друг Агапов. Богомаз, который Агапов только когда я стал работать губернатором, он построил нам спортивное сооружение. Дорчевский приходит ко мне, Александр Васильевич, помогайте. 20 миллионов кубик. Я говорю, смех мне дай. Нет, не все смех. Проси смех. Я говорю, в чем 20 миллионов на материалы? Ну, я считаю. Ну, я считаю ее за 20 минут. Он досчитал 3 дня, потом я говорю, сколько тебе за время? 3 дня, я ее посчитаю. Приходит. Вы ошиблись на 300 тысяч. Что делать? Давайте так, у меня нету. А сейчас мы здесь снимем 30 миллионов рублей. И вот потом мы сняли с тех объемов 30 миллионов рублей, чтобы не хитрило. То есть там смех. Мы же сюда. Понятно, что здесь же пришел, попакался, дом соглашения, как и было. У нас и нет дом соглашения. То есть, пожалуйста, выходите, строите. У нас сегодня мы, вот мы с Владимиром Ивановичем работали, когда начали работать. Мы рассчитывали за стройку в 2017 году еще. 5 миллиардов было выполнено в работу, но не плачем. Сегодня вся стройка, вся стройка, дороги, все спортивные сооружения, школы, детские сады, плачиваются. Сегодня конец месяца. Процентовки подписаны. Все недели они плачут. Работают. Работают. Все сделали доступные, правильные доски. Все равны. Но многие пытаются еще быть как раньше. Кто участвует, что никто ничего не даст. Есть торги, есть равный доступ. И я сегодня, как бывший бизнесмен, и успешный бизнесмен, потому что я начинал с нуля, и сегодня дети, которые предприятия руководят, это не приватизированное предприятие. Это не ООО, и это не ТНВ, это начали с двух гектаров земли, сегодня четыре этих, которые были вместе со мной, обрабатывают 75 тысяч гектаров башен в Ленинской области. И урожай получают, самый высокий не только в России, а в Европе. Хотя двое из них, один механизатор, а второй тех. Но два у нас было там, в Ленинской области. Так вот я говорю, я понимаю, что твой бизнес. Мы сегодня делаем все, чтобы бизнес был равный, чтобы у вас было одинаково для всех. Я только начал работать, иду на работу, через месяц стоит моя однокурсница, говорит, Александр Васильевич, ну так же нельзя, да тебе было 500 тысяч, а сейчас стало 700. Я говорю, что да, скажи-ка мне, что 700 тысяч? Ну как, поддержка предпринимателей, кто, который получал гранты по миллиону рублей, сегодня стали требовать 700 тысяч, потому что пришел новый человек, он новый, ему нужно 700. Мы же тогда, в 2014 году, мы отказались от федеральных денег, потому что все было распределено. Начали визжать, кричать все, что как плохо в Брянской области. Все они сделали равные условия, пожалуйста, участвуйте. То есть все прозрачно. Сельское хозяйство, все на сайте. Я депутат Госдумы, я не мог добиться, какие программы работают в Брянской области. Все решалось 28 декабря, когда кто-то знал, три человека, какие есть программы, и в этих программах участвовали, потом получали деньги. Все прозрачно, идите участвуйте. Вот оно, все вывешено, участвуйте, работайте. Так что, я говорю, когда касается коррупции, вы сами взятки не давайте, потому что вы сами иногда порождаете это взятки. Просто ко мне приходите. мы и его уберем, не будет потом у нас такого клейма, что чиновники берут взятки. И вам поможет. Вот я же многим знаю вопрос, вы все предприниматели, да? Все же бизнесмены, все считаете деньги. А что произошло в Брянской области, когда за 10 лет дорожный фонд был 14 миллиардов рублей, миллиард боевозадорожных и миллиард должных предприятий. 16 миллиардов. И было капитально отремонтировано и сделано 900 по кентру дороги. За эти 5 лет дорожный фонд 21600, капитально с этим годом отремонтировано 2340, вы видите, что делается у Брянска. Сегодня Брянск стал другим. Но мы же в 15-й год просили все долги. У нас в 15-м году был бюджет дорожный 3200, и нужно было 2 миллиарда отдать. Но мы в 15-м году сделали 220 км дорог. Больше, чем за предыдущие 2 года и 14-13 предыдущие власти. Мы сделали вот эти мосты, которые у беженства нет. А что было беженства? Стояли по 2 часа. Развязку сделали. Сделали мост в Жуковку, который не могли подойти к этому мосту. Но самое, что интересно, эти мосты все стоят 300 миллионов рублей. Все предлагали построить мост. Глядя 20 миллиарда, поэтому не делали, потому что нет таких денег. Это сделали. Но самое интересное, ведь в 5-м году здесь 100 плюс стоило 12 рублей, сегодня стоило 47. В 14-м году щебень сегодня почти в 2 раза дороже. Бит он 5 раз. А в чем? В чем секрет успеха? Я не малый бизнес его билал. Я прокладки убирал, те прокладки, которые 3-4 человека кормились вопреки миллионам бедствия населения. Мы сегодня имеем то, что имеем. И я думаю, что в ближайшие 3-4 года мы будем на даче дороги делать, если так пойдет дальше. А хуже уже не будет. А если бы было те цены, как у них были, то мы сделали на сегодня тысяч пять дорог. Вот понимаете, вот эту работу мы даже делали с вами вместе. Обижают? Приходите. Но сами не провоцируйте, Александр Васильевич, не провоцируйте вот эти вот, понимаете, не провоцируйте. Путь в никуда. Путь к тому, что любой конкурент завтра может закрыть предприятие, но виновата будет власть. Самое же обидное, что потом и власть будет в этом виновата. То, что вы сами провоцируете, он сидит в полку. Красавец. Ведь приятно побыть на предприятии, которое сегодня при Александре Васильевича. Но мы же сделали цель. Сейчас сделаем энергоустановку. Сейчас построим новое производство. И что? Вечесные сооружения. Сделайте мост. Сделаем мост, конечно. Для того, чтобы Сураж был престижный город, и для того, чтобы то, что он там думает сделать, когда производство увеличится в пять раз. Там сегодня работает тысяча человек, зарплата более 50, 53 тысячи рублей. 52. 53. Понимаете? Вот пример предпринимателя. А не тот предприниматель, который сегодня у нас есть предприниматель, присосался к бюджету инвестиционный проект по строительству завода. Получил лес по 30 рублей, продал на корню по 2 тысячи 730 тысяч кубов. Богомаз виноват. Ну, конечно, виноват. Полтора миллиарда халявных денег. Ни производства, ни леса. Что сегодня получили мы? Часть деревянок выставили. Предприниматели, там, порядка, там, 12 предприятий, эти выиграли торги в пределах тысячи рублей за куб. Бюджет получил деньги, и они стали платить за каждый куб почти на тысячу с лишним рублей меньше. То есть мы помогли предпринимателям, когда сделали равные условия, которые не имели этих условий, потому что люди кормились на том, чтобы дали через схемы данному предпринимателю, который считает себя крутым, может, обору России и говорит, я же крутой человек, только зарпады 17 тысяч рублей средние. Я сегодня работаю во благо всех жителей Брянской области, которые ждут изменений, которые ждут веры в то, что есть закон, есть справедливость, есть власть. Не давайте взятки. Думаю, конкурс. Спасибо.